Натуральная ткань, естественная расцветка, витиеватый орнамент и простой крой. Народные костюмы мастерицы постарались воспроизвести с максимальной точностью. Об исторической достоверности говорить не приходится, так как представленные наряды – это некий собирательный образ того, как одевались крестьяне на Руси несколько веков назад. Но тем не менее, образ создан, и мы постарались максимально приблизить его к тому материалу, с которым мы уже работали. Рукодельницы скрупулезно изучают фотографии и рисунки русского народного костюма, найденные в различных источниках. Самостоятельно подбирают ткани, похожие расцветки, воспроизводят ручные швы. Самое главное – это правильно комплектовать. То есть мы стараемся не шить отдельно рубаху, отдельно сарафан. Все-таки мы обращаемся к материалам, которые есть в интернете. Наталья Климова вместе с участницами творческого объединения «Хоровод» начала шить русские народные костюмы для участия в различных праздниках. Но вскоре они так увлеклись исследованиями кроя, сарафанов, фартуков и рубах, что стали стараться воспроизвести не только расцветку и фасоны, но и ручные швы. Так на свет появилось несколько комплектов одежды жителей, сел и деревень. Мне ближе крестьянская одежда, она такая красивая. И потом, когда начинаешь изучать, то просто приходишь в восторг, насколько сложно это все было выполнено. Представленные на выставке наряды – это не музейные экспонаты. Их можно рассматривать, изучать кроя, и в исключительных случаях разрешают даже примерить и почувствовать себя представительницей крестьянского сословия. Сами мастерицы надевают их на различные праздники, чтобы погружение в атмосферу русского фольклора было полным. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба двостей, Саров, 24.